В районной администрации продолжаются регулярные встречи по вопросам погашения задолженности в бюджет. Ксумарный долг предпринимателей Одинцовского района почти 150 миллионов рублей. Причем размеры неуплат у компаний сильно разнятся от 250 тысяч до 86 миллионов рублей. К сожалению, не все должники относятся с пониманием к просьбе районных властей погасить задолженность. Из 20 заявленных компаний половина вообще никак не отреагировали. В нынешней непростой экономической ситуации готовы заниматься и маленькими суммами, и большими, и средними. Тем более, что наша комиссия, как нам сказалось, Алексей Андреевич, довольно позитивные результаты. Мы эффективно работаем. Надеюсь, что и в дальнейшем этот показатель не ухудшится. На этот раз среди должников оказались компании «Восход-21», «ЮАЗ-строй», «Корекс», «Алеуд-строй», «Зао Голицына», «Фонд поддержки и развития сельского поселения Ершовская», «Март-21» и другие. Директоры предприятий в основном предпочитают отправлять вместо себя на встречу своих представителей. А тем, в свою очередь, приходится за них краснеть перед комиссией. Я, к сожалению, не знаю даже где. Вместо того, чтобы предоставить платежные поручения или графики погашения долга, они обозначают лишь причины, по которым не платят. И эти причины далеки от действительной ситуации. Так, компания «Восход-21» задолжала бюджету 86 миллионов рублей. А ее представитель объяснил это резким возрастанием кадастровой стоимости на земельном участке в 2013 году. Есть и наоборот сознательные предприниматели. Генеральный директор компании «Корекс» пришел на встречу, чтобы лично держать ответ за неуплату налогов в размере 6 миллионов рублей. В семь раз одним ударом поднялась арендная ставка. Все это уже компания владеет этим участком, только столько им владеет, и больше ее не владеет. Мы это делали для того, чтобы развивать проект. Естественно, получилось так, что у нас не затрещало, включая. У нас никакого серьезного не было. И главное, что потенциальные наши участники и инвесторы, которые в этом проекте участвовали в связи с сложившейся обстановкой, потеряли интерес. Андрей Иванов напомнил, что если должники ничего не предпримут для того, чтобы ликвидировать долги перед государством, то следующие встречи уже будут проходить в суде. Он еще раз подчеркнул, что выжидательная позиция предпринимателей, которые надеются, что все разрешится само собой, изначально неправильная. И долги придется отдавать в любом случае. Нила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».